Начиная с 2014 года, огромное количество мифов, составляющих основу русского мира, было разрушено окончательно и бесповоротно. Причем самими россиянами, показавшими всю глубину несоответствия собственной пропаганды реальному положению вещей. Один из главных мифов о так называемой непобедимости русского оружия окончательно разрушился с началом путинской СВО. В памяти свежие воспоминания о сожженных колоннах российской военной техники и потопленном флагмане Черноморского флота ракетном крейсере «Москва». Сегодня вооруженные силы Украины забивают гвозди в крышку гроба очередного российского мифа о непобедимости флота России. Атаки украинских морских дронов и ракетные удары по объектам военно-морских сил оккупантов в акватории Черного моря наносят ощутимый урон флоту Российской Федерации, разрушая очередной миф о непобедимости. Интересно, что с легкой руки Путина, начавшего против Украины военную агрессию, Украина вошла в эксклюзивный список стран, изрядно потрепавших русский флот за всю его историю с момента создания Петром I в конце 17 века. Российские корабли пачками отправляли на дно шведы, японцы, немцы и вот теперь в этой компании еще и украинцы, которые, к слову, только лишь начали это увлекательное занятие. Несмотря на российскую патриотическую пропаганду, на самом деле военно-морской флот никогда не был коньком России, потерпевшей на воде несколько судьбоносных поражений. Именно эти поражения приводили потом Российскую империю к катастрофическим последствиям и даже к краху. Так было, например, с поражением России в морской битве в Цусимском проливе, когда русские потерпели тяжелейшее поражение от императорского флота Японии. Последствия Цусимского сражения для России оказались поистине катастрофическими, в конце концов они привели к гибели Российской империи, Октябрьской революции и 70-летнему правлению коммунистического режима. Но русский флот помнит и другие поражения, от которых Российской империи приходилось восстанавливаться многие годы в военном и политическом смысле. Что же это были за сражения и к чему они приводили? Представляю вам ТОП-5 поражений русского флота, оставивших глубокие шрамы на теле Российской империи, вплоть до летального исхода. Однако вначале попрошу вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы включить уведомления о наших новых видео. Поддерживайте автора на платформе Patreon и BuyMeCoffee, а главное, отправляйте донаты на ЗСУ. Итак, ТОП-5 поражений русского флота. Номер 1. Фридриксгам. 4 мая 1790 года. Противник Швеция. Неудачное для русских масштабное сражение времен русско-шведской войны 1788-1790 годов, произошедшее в Финском заливе Балтийского моря, недалеко от крепости Фридриксгам, Выборгского наместничества Российской империи. После четырехчасового боя русская эскадра, израсходовав все снаряды, была вынуждена отойти, понеся внушительные потери. Шведская грибная флотилия атаковала эскадру русских галер. После упорного боя русские вынуждены были отступить. Соотношение сил было не в их пользу. Да и флот России, по сравнению со шведским, был на допотопном уровне. Русские галеры были невысокого качества. Большинство из них были дешевы в изготовлении и просты в конструкции. Они отличались высокой скоростью, но имели очень плохую устойчивость на воде из-за своих низких бортов. Любой самый слабый шторм отправлял на дно десятки русских судов. При Фридриксгамме шведы, навязав русским битву на неспокойной воде, вынудили их резко маневрировать. Все это в совокупности привело к тому, что русские корабли просто опрокидывались и тонули. Номер 2. Рученсальм. 9-10 июля 1790 года. Противник тот же, Швеция. В ходе продолжающейся русско-шведской войны 1788-1790 годов шведские военно-морские силы нанесли сокрушительное поражение русскому флоту. Всего в этом бою погибло 52 русских корабля, многие из которых были выброшены на камни, опрокинулись и утонули, или были подожжены своими командами. Катастрофическое поражение русского флота в этом Рученсальмском сражении повысило престиж короля Швеции. Он получил возможность начать мирные переговоры, и его авторитет в глазах подданных еще более укрепился после подписания Верельского мирного договора. По количеству участвовавших судов в битве при Рученсальме, 500 кораблей с учетом вспомогательных и резерва, сражение считается вторым по величине за всю мировую военно-морскую историю. Превзошли это сражение лишь бои в заливе Лейте на Тихом океане в ходе Второй мировой войны. Поражение российского флота привело к окончанию русско-шведской войны на невыгодных для России условиях. Номер 3. Цусима. 27 мая 1905 года. Противник Япония. Решающее морское сражение русско-японской войны 1904-1905 годов, в ходе которого русская эскадра была полностью разгромлена. Дойти до Владивостока удалось лишь четырем кораблям. Сражению, в котором Россия фактически лишилась своего флота, предшествовал год непрекращающихся неудач на фронтах русско-японской войны. Итоги сражения стали определяющими для исхода войны в пользу Японии. По сути, вместе с утонувшими русскими кораблями утонула и Российская империя. Японские снаряды выбили Россию из клуба великих держав в разряд второсортных и даже третьесортных государств, и это стало вполне закономерным результатом и внешней политики, и военно-морской стратегии Российской империи. Проиграв войну, Россия оказалась еще и несостоятельным должником. Пришлось обращаться за новыми кредитами по старым парижским адресам. Ежегодное обслуживание этих кредитов стоило России столько же, сколько все корабли, утопленные в Порт-Артуре и в Цусиме. Через два года после Цусимы Россия, вынуждена оказавшись на крепком банковском поводке, еще не вполне осознавая это, по сути, оказалось перед неизбежностью проливать кровь за чужие интересы в союзе со своим давним геополитическим противником Англией. Кабала займов, смена геополитической ориентации, смена союзников, марш-бросок к войне не за свои интересы и в итоге Российская империя прекратила свое существование. Номер 4. Манзунд. 29 сентября, 20 октября 1917 года. Противник Германии. В ходе Первой мировой войны германский флот провел операцию по овладению Манзундскими островами на Балтике, принадлежащем России. Попытки русских помешать успеха не имели. 20 октября немцы полностью захватили Манзундский архипелаг. Эта битва оказалась последним крупным сражением России в Первой мировой войне. Считается, что из-за угрозы дальнейшего наступления Германии столицу России перенесли из Петрограда в Москву. Это сделали уже большевики в марте 1918 года. И вряд ли бы эта угроза появилась без потери Манзунда. Номер 5. Таллиннский переход. 27-30 августа 1941 года. Противник Германии. Трагический и провальный переход главных сил Советского Балтийского флота и Сталина в Кронштадт, предпринятый перед лицом наступавшей немецкой армии, чуть было не закончился полной катастрофой. Хотя, судите сами, атаками немецкой авиации было уничтожено более 30% советских боевых и вспомогательных кораблей из общего количества участвовавших в прорыве суден, составляющего, представьте масштаб, 225 штук. Немцы расстреливали конвой как в тире. Количество погибших советских военных и гражданских в Таллиннском переходе ужасает. 15 тысяч человек всего за 3 дня. Хотя кто в Москве когда-нибудь считал людей? Неограниченный людской ресурс Российской империи и Советского Союза всегда делал нулевой ценность жизни каждого отдельного гражданина. Что, впрочем, не изменилось и в наши дни. В нынешней РФ люди – это всего лишь бесплатный расходный материал в геополитических хотелках Кремля. В представленном хит-параде поражений русского флота сейчас пишется новая история. История украинских побед. Куда уже можно записать отрицательное всплытие флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», подбитие большого десантного корабля «Оленигорский горняк» и танкера, снабжающего российскую армию, а также успешные атаки на Севастополь и Новороссийск. Очевидно, что Россия имеет все шансы утратить боеспособность Черноморского флота, который за время развязанной Путиным войны уже и так является достаточно потрепанным. А дальше из поражений на море, как мы видим из истории России, часто следуют катастрофические последствия и для самого государства. В конце концов и Крым – не самое удачное место для обороны с военной точки зрения. С его потерей Россию ждут необратимые последствия. Но кремлевский старичок поймет это слишком поздно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, поддерживайте проект на Patreon и BuyMeCoffee, отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова